так привет всем друзья вы на канале про блокчейн с вами максим вячеслав сегодня у нас супер гость эксперт в сфере нфти это владислав гинзбург мы записывали с его там крутейшее интервью тоже ссылочку обязательно прикрепим значит владислав гинзбург это фаундер и сева блок party и кофаундер moonwalk который занимается краски токенизации также он является экспертом выносить еще раз повторюсь давайте начинать владислав привет можешь поприветствовать аудиторию мы будем приступать уже к нашим новостям и обсуждениям интересно спасибо я хочу благодарить вас что вы меня пригласили и очень рад здесь быть и я очень рад разговаривать на родном языке по поводу именно по теме блокчейн и по NFT NFT это токен стандарт на блокчейн с которым я первый раз познакомился в семнадцатом году когда компания блок party была создана и с того время мы только думаем про NFT и вот уже поднялся такой глобальный интерес и и поднялся уже уже серьезное внимание на NFT с точки зрения мирового бизнеса я конечно очень рад обсуждать эту тему с вами сегодня спасибо огромное то что пришел я хотел поднять сейчас тему бипл и кристис что вы думаете об этом масштабном явлении сейчас все только об этом и говорят сейчас стоимость уже достигла на аукционе 3 миллиона долларов если я не ошибаюсь и осталось там что-то около до 3 миллиона долларов оценивают уже данное произведение искусства 10 дней еще она будет длиться аукцион мне кажется что мы можем дойти до 10 миллионов долларов легко за данное произведение то есть здесь я так понимаю это 5000 дней собранные в одну картину 5000 рисунков от бипл что ты думаешь это прорыв в NFT индустрии раз уже на кристис начинает размещаться искусство или это только начало только разогрев это конечно только начало то движение цифровое искусство это не это не цифровое искусство это вид а современного искусства который давно уже есть цифровое искусство началось когда началось цифровые компьютеры и цифровый мир художники которые занимаются в этом виде искусстве искусства это это художники которые считаются дорогие и важные и и талендовые художники всегда конечно с большим сожалению эти художники не смогли монетизировать свои работы потому что конечно как их владеть и как доказывать что человек владеет оригинал когда я первый раз ознакомился с идеей что цифровый ну что и что художники в цифровом искусстве играются и экспериментуют с NFT это было самое начало 18 года я увидел художника который называется Ив Сасмин ее имя она очень важный художник и она занималась видео искусство видео и я первый раз увидел что она один из своих работы записала ну переписала на NFT я из того время когда я уже видел что серьезные художники с этим их сервентуют я уже видел что это будущее теперь мы смотрим на сегодняшний момент уже мир искусства начинает чувствовать себя комфортно с идеей что можно владеть и преподавать цифровое искусство и вы сейчас показываете на экране Beeple Beeple художник с которым занимает который 5-30 дней каждый день сделал работу новую в цифровом виде и он считается в этом в этом виде искусство лидером конечно Кристис готовы продавать эту работу и готовы делать акцион с этой работы именно потому что он ведущий художник в этом в этом в этом area Кристис считает уже что их что уже есть уже хватает коллекционеры которые тратят серьезные деньги на такое искусство и уже их традиционные коллекционеры которые покупают Кристис тоже уже привыкают с этой идеей конечно ребята это только начало это только первая работа которую мы видим на продаже в акционном доме ну на уровень Кристис но скоро скоро даже будет больше работы в Кристис другие акционные дома будут заниматься это уже эти процессы уже пошли эти акционные уже расписанные в этот год это только начало а как выбрать работу смотри да Слав говори я хотел по цене спросить не то что как выбрать прямо а вот цены для Кристис вот текущая ставка в 3 миллиона это как бы ну наверное по меркам Кристис это пока что не так много то есть они продают работу и гораздо дороже работают какой средний ценник сейчас на такие вот ходовые картины я не знаю на какой то средний ценник по произведению искусства на аукционе на аукционе в Кристис и в Сotheby в таких домах когда они делают продажи contemporary современное искусство продажи бывают они разбиты на два части бывают то что называется day sale это продажа утром и evening sale вечерние продажи когда идет день продажи современного искусства на evening sale на вечерние продажи это где вы видите работы там 5 миллион 10 миллион 20 миллион 100 миллион это это вечерний sale это когда самые такие важные работы day sale когда продажи утром цены бывают от где-то можно сказать 100 тысяч 50 тысяч на низкий level до 1 2 3 миллиона есть такое понимание day sale evening sale в один день здесь ситуация чуть-чуть другая здесь ситуация что акцион идет ну где-то две недели онлайн да онлайн 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 ну уже акционы довольны привыкли на онлайн продажи просто здесь что интересно что продажи будет что акцион идет две недели это редко для Кристис это они считают и хотят чтобы наверное чтобы больше и больше крипто люди торговались сначала подняли чуть-чуть хайп и они надеются что после начальный хайп уже целый цена поднялась на 3 миллион что потом Кристис и традиционные коллекционеры которые еще не начали собирать цифровое искусство ну те люди которые обычно торгуются на современные аукционы тоже увидят что ага уже people поднялся на 3 миллиона мы тоже сейчас будем торговаться я думаю что в конце аукциона мы увидим цен не меньше 20 миллионов то есть они как бы левел поднимают то есть сейчас вот эти первая неделька это разогрев чтобы поднять левел и интерес чтобы вот серьезные люди увидели что на нее есть у кого-то спрос и даже вот какие-то там муравьи готовы заплатить за нее 3-5 миллионов и тогда уже я могу достать свою чековую книжку и там типа ну окей с 10 миллионов я начну торговаться тогда действительно она что-то стоит спасибо что вы привели русский язык на русский я чуть-чуть еще я не так часто знаю русский как я бы хотел ну примерно да я работал 10 лет в рынке с арендами искусствами до того как я перешел и создал блокчейн и создал блокпорты я вижу здесь их стратегию обычно акцион когда поднимается картина ну знаешь идет торгово 1 минуту 2 минуты 3 минуты и и конец а здесь потому что это все так ново и они так хотят чтобы их коллекционеры уже почувствовали что это настоящее и что это и что и привыкли к этому они они решили на две недели на две недели создать общем это это здесь есть стратегия но я думаю что стратегия для них будет удачно я еще хотел задать вопрос по поводу но с искусством понятно а что ты можешь сказать по поводу коллекты болс которые сейчас набирают какие-то астрономические обороты это дапер лапс флоу блокчейн флоу ребята которые делали крипто котов они сейчас запустили очень очень успешную модель нб и топ-шот топ-шот и будут запускать еще и в си в ближайшее время что ты можешь сказать по этому явлению насколько интересная ниша именно покупки вот этих баскетбольных карточек бойцов и и так дальше мы со славой потому что покупаем карточек карточки гоняемся за паками попытаемся купить каких-то редких игроков тоже насколько это интересная история для меня лично это очень интересная история я это компания кто запустила флоу блокчейн и nba топ-шот они называются депр лапс депр лапс и блок парти очень близкой компании мы с ними объявили партнерство еще назад в сентябре двадцатого года и блок парти мы очень гордимся в том что мы первые платформы первые один из первых платформы цифровое искусство и nfc которые которые строят на флоу блокчейн мы объявили в сентябре за два года что мы зашли партнерство с ними и и строим на флоу блокчейн не только оба эфири и флоу так мы очень радуемся на успехе nba топ-шот я вам скажу что nba топ-шот это это непростая вещь как это как работает это это не просто карточки понимаете опять nfc это показывает что человек владеет цифровый файл и когда человек покупает nfc их искусство где-то там и где-то в копте сервере и у человека есть токен что они оригинальные purchaser этой искусстве человек который владеет данным искусством nba топ-шот потому что это построен на флоу здесь чуть-чуть по-другому понимаете депр лабс они создали они это та же компания которые создали крипто 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 ты еще тогда в восемнадцатом году и в восемнадцатом году блок парри мы в то время занимались с билетами билет и мы создавали билеты на мероприятия вида nfts так в то время когда депр лабс создали крипто коты и потом были некие проблемы с эфирием мы с ними созванивались и советовались и слушай мы скоро придаем билеты на концерт как нам тоже не сбиться с проблемы с эфирием так мы с ними долго разговариваем и депр они создали флоу блокчейн это блокчейн оптимизирован на nfts когда человек открывает эти пакс это там есть элемент randomness человек не знает когда он открывает пак если карты будут какие-то редкие ценные карты или или обычные карты этот randomness прямо выписан на блокчейне и это конечно это большой шаг это очень большой шаг впереди для nfts что можно редкость прямо писать и и показывать на блокчейне это это важный момент конечно а я хотел еще спросить сейчас они запустили вверх в 3 они запустили в 3 свой маркет плейс и у них сейчас будет размещаться интересная работа бен маура если ты знаешь это ну ты наверняка его знаешь call of duty halo и они тоже запускают паки такие как на нб топ-шот что-то по по поводу этого искусства ты можешь сказать свое экспертное мнение насколько она будет востребовано интересно это человек который там дизайнер halo call of duty если я не ошибаюсь это тоже очень хороший вопрос и здесь 2 очень важно и здесь и здесь есть здесь есть ответ который имеет базу в истории искусства сегодня художники американские художники современного искусства энди вархол это считается уже великий художник киев хэрин считался великий художник и уже считается великий художник когда в свою молодость энди вархол и киев хэрин их искусство как они рисовали и их вид искусства не был оценен в мире в рынке современного искусства такой вид искусства так что они делали они должны зарабатывать деньги не должны приплатить на аренду они должны либо по себя кормить так они пошли работать агентство по рекламу и не рисовали рекламы те же знаменитые банки супа энди вархол это 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 у него была база в том что он работал в агентство рекламы сегодня опять где мы начали наш интервью сегодня цифровое искусство это не новая вещь который пришлось и на все цифровое искусство долго 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 происходит но художники цифровое искусство очень важно для них не было рынок для их работ им надо платить аренду им надо им надо кормить так они работают тоже они они свои таленты используют на работе а где они работают они работают дизайнерами и игры те же call of duty они работают фильм студию и рисуют а пиксар toy story и и все эти мультфильмы которые очень популярны это это потрясающие художники но для их искусство просто пока не был рынок так они работают и работают на игры и в эти места те художники будущий как мы сегодня вспоминаем наши дети и будущем будут вспоминать художники как например бен мурро который работали ну и рисовали counterstrike рисовали фильмы и теперь потому что из-за почему я считаю что этот мир только час начинается и движение сейчас начинается потому что больше и больше художников буду ходить вот видео game studios от film studios и будут выпускать свои работы как вы сейчас видите с бен маура хорошо получается каким образом мы можем на сегодняшний день выбирать интересные работы из как раз таки digital art nfc как можно анализировать рынок простые там простые три совета или 5 на что обращать внимание для того чтобы выбрать интересную нишу потому что сейчас действительно очень много работ грузится на open sea на рари баллы далеко не факт что все будут востребованы сейчас такой определенный хайп связанный с криптовалютами и с нфти рынком я думаю что немножко он все таки хайп вот этот спадет как потом остаться с хорошими и насти шками по итогу очень правильный вопрос во первых вы стопроценно правы сейчас очень много хайп и когда есть такой большой шумный хайп надо уметь различать что хайп и что сделано только на заработке денег и что такое качество художники которые будут особенно ценные это те художники которые имеют настоящий алиэс с которым они строят уже долго слушай пипл опять 5000 дней каждый день пипл запустил новую работу тринадцать лет до это тринадцать лет 13 years на инстаграме его миллионы фоллоуэс это настоящий художник это настоящая культура с этом художником я когда смотрю на натишки и именно блок пари когда мы рассматриваем клиенты и художники мы именно вот именно ищем художники и бренды которые имеют настоящий ариц вы сейчас поднялись сайт блок пари это это больше клуб эта группа джей это они крупные которые они может быть не номер один в мире как джей но их фоллоуэс их фаны их просто обожают И просто за ними очень лояльные парни. Когда мы с ними познакомились, они хотели запустить их первые песни, которые они создали как группа. Первые песни они хотели создать NFT и порисовать те вещи, которые для них inspiration были на первую работу. Они геймеры, они любят играть. Это их детство было Nintendo. Они хотели, они выбрали художника, чтобы нарисовать их inspiration и представленные эти работы, их первые песни. Мы продали их NFT и все было sold out за минуты. Это не было крипто паны, которые просто хотели покупать токен и его перепродавать. Это были именно их настоящие паны. Те люди, которые показывают их NFT, которые они купили на Twitter, на Instagram и так далее, они радуются, что это их любимая группа. Поинт какой. Рассматривайте те NFT, кто их создает. Почему они создали? Какой story на эти NFT? Есть какой-то story? Конечно, видно. Видно, сразу видно, когда какой-то там celebrity просто выпускает NFT, чтобы быстро заработать. Но есть другие NFT, которые видно, что здесь была работа, здесь была культура, здесь фаны, здесь общение. И OpenSea, Rarible, это хорошие места, чтобы зайти и просто проверять, проверять, посмотреть и начать дружить в этом рынке. Также я хочу сказать, что в будущем, когда хай пройдет и что останется, это будут вещи, как, например, NBA Top Shot, как, например, Ben Morrow. Вещи, которые происходят, где больше информации на NFT, написано на блокчейне. Я хочу поднять интерес к вам и внимание на еще один проект, который мне очень нравится. Artblocks, artblocks.io. Сейчас откроем и посмотрим. Это проект художников, которые работают в сфере искусства AI. Они пишут... На AI-сети, да? Да. И вот художник, вы видите на экране, Дмитрий Чернияк. Он считается одним из самых ведущих художников в мире AI, ну, AI-искусства. General of Art, где компьютер пишет работу. Потому что компьютер пишет работу через AI. Код, который двигает работу, прямо выписан на блокчейне. Эти... Эти... Те работы, те NFTs, где их информация, где код... Например, тот же Top Shot, где randomness, все показывается прямо на блокчейне. Это самые ценные NFTs. Это почему они дорогие, но это почему они ценные. Потому что блокчейн показывает authenticity. Показывает именно те факторы, от которых эта работа была создана. У нас тоже была идея, на самом деле, работы... Чтобы... Идея следующая. Сейчас не все художники, к сожалению или к счастью, и даже не художники хотят сделать какую-то работу, но они не умеют там творить, да? Создавать 3D всякие модельки и так далее. У нас есть идея сделать сервис, где человек сможет прийти с использованием нейросетей, создавать на базе его предпочтений, что ему нравится. То есть он может закидывать туда там десяток картинок, которые ему нравятся. И нейросеть будет создавать ему уникальную NFT, которую он потом сможет продавать дальше. И идея такая, чтобы эта нейросеть отбирала и анализировала самые хорошие варианты, которые загружены там были. Эти же работы, которые ей созданы, загружены где-то, самые популярные, она их комбинировала и из самых популярных делала, создавала еще более крутые вещи. То есть вырастить такого себе нейросеть художника в кармане, который никогда не хочет спать и готов творить в любой момент времени. Вот такая у нас идея есть реализовать этот проект, и мы над ним как бы потихонечку работаем. Еще не поздно. Я вам скажу, что еще не поздно. Создавайте этот проект, я вам советую. Потому что пока есть некоторые проекты уже очень успешные, сегодня только начало. Black Party работает в этом сфере три года. Мы видим, что сейчас происходит. не хватает качественных проектов, чтобы занять размер рынка. Не хватает. Рынок растет каждый год на 500%. Когда рынок растет так быстро, есть такой хайп. Это уникальный момент в бизнесе. Как инвестор, я всегда рассматриваю, когда я инвестирую в компанию, какую-то как venture capitalist, я всегда спрашиваю про идею в последней очереди. И про предложение OCTL в последней очереди. Мой первый вопрос всегда, в каком рынке вы играете, и на сколько он растет. Если рынок становится меньше каждый год, то даже самое лучшее предложение не будет успешное. Если рынок растет уже неплохо, но чуть-чуть мелько растет, тогда надо очень сложно быть стартапом. И я тоже с мнением. Но когда я нахожу рынок, который растет на несколько эксов каждый год, тогда я уже хочу знать, кто участвует в команде, какое предложение, в чем идея. Потому что я знаю, что мне не надо мечтать, надеяться, что это будет номер один компания в мире. Если рынок растет, все зарабатывают. Сегодня этот мир растет очень быстро. Самый важный вывод про Christie's, где вы начали сегодняшний разговор. Самый главный вывод, про что происходит сегодня в Christie's, это даже не касается художника Beeple, хотя он очень известный художник. Я понимаю мир в акционных домах. что они, акционный дом как Christie's, они под таком микроскопе от государства. Когда-то в искусстве были большие проблемы. Ну там, фейки, какой-то там money laundering. В 90-х годах искусство было грязная игра. И в Америке эта игра была очень сильно почистлена после 90-х годов. И теперь Christie's, Sotheby's, эти акционные дома, они очень близко рассматриваются в государстве. То, что Christie's сейчас делает акцион, и можно торговаться с Ethereum, скрытой валютой, это для меня самый потрясающий момент. Это значит, что они получили разрешение, что они могут принимать торговые. Да, старт. И еще что интересно, что они не просто... Видишь, мы смотрим сейчас на экран, и там кнопка Place Bid. Ну что здесь интересно про Place Bid? Обычно, как торговаться с акционами? Поднимаешь пэру, нажимаешь бить. А здесь что интересно, что прямо можно участвовать в акционе и бидовать с Ethereum. Конечно, это еще незаконченная идея, потому что, когда человек делает бид, их бид по Ethereum прямо уходит из кошелька и идет в escrow-систему. Если человек не выбрал акцион, смарт-контракт им вернет Ethereum. Но опять, это для меня такой интересный момент, что смарт-контракты и Ethereum прямо участвуют в активной акционы на Christie's. Это уже показывает, что если штат Нью-Йорк и государство Америка, США, это уже разрешают, значит, что процесс уже глубоко пошел. Я лично знаю, что все акционы дома уже в свое расписание в этот год имеют акционы на NFT's. Я знаю лично, что самые известные галереи в мире уже их художники уже требуют, чтобы галерея им дала разрешение на какую-то платформу продавать NFT's. Мы сидим прямо в первом ряду. Это движение только сегодня начинается. Кстати, вы приняли хороший пример. Очень много известных художников хотят зайти в этот рынок, но они красят холст с маслом. Они не умеют работать в цифровом виде. И сейчас есть тоже момент, что цифровые художники будут делать collaborations с известными художниками, чтобы создавать эту работу. Так пожалуйста, создавайте компанию. Момент уже наступил. Отлично, спасибо. Спасибо. Я предлагаю на этой прекрасной ноте завершить стрим. Попрошу, Владислав, вас еще не убегать. А нашей аудитории ставьте лайки за таких мощных гостей. Потому что экспертов в NFT сейчас очень мало. И мы стараемся как бы максимально погружаться и искать лучших экспертов. А Владислав Гинсбург, безусловно, вы являетесь лучшим экспертом в этой индустрии. Потому что вы еще начали работать с NFT тогда, когда еще, по сути говоря, никто даже не понимал, что это такое, зачем это нужно. Вы разглядели эту нишу. И за это вам огромный респект за то, что вы делаете. Спасибо вам. Поэтому финалем, ребята, ставьте лайки, задавайте вопросы под этим видео. Мы с удовольствием на все вопросы ответим. Всем пока и удачи. Или проведем потом вторую серию. Да.